Если вы хотите создать на своей территории эффектные цветущие вертикали, украсить забор или прочие участки в саду, обратите внимание на разные виды мелкоцветкового клематиса. Сегодня речь пойдет о некоторых видах, которые у нас наиболее распространены. Их часто используют в ландшафтном дизайне и высаживают отдельно растущими или группами. Все зависит от размеров лианы, их особенностей и ваших предпочтений. Но все они достаточно неприхотливые и хорошо зимуют в средней полосе. Многие из этих растений переносят зимы с понижением температуры до минус 35 и даже минус 40 градусов. Очень выносливые клематицы, маньчжурский и жгучий. Диаметр каждого отдельного цветочка этих мелкоцветковых видов не более 2-3 сантиметров. Однако их объемное цветочное облако, состоящее из множества соцветий, выше всяких похвал. Цветочков раскрывается так много, что за ними не видно даже листвы. И вся эта роскошная пена цветов еще и благоухает, источая приятный сладостный аромат. Конечно, такая красиво цветущая душистая лиана не оставит никого равнодушным. Из неприхотливых ароматных видов еще можно посоветовать клематиц виноградолистный или витальба. У него своеобразная заостренная и удлиненная листва, достигающая длины от 10 до 25 сантиметров. Соцветия приятно пахнут, напоминая то ли липу, то ли цветущий миндаль. При массовом цветении цветки похожи на снежные хлопья, которыми усыпаны побеги лианы. Их запах и вид создаются до неповторимую романтическую атмосферу. Цветение обильное и долгое. Первые соцветия раскрываются уже в июне, а последние могут радовать даже осенью. Такая лиана отлично подходит для быстрого отзеленения участка, так как обладает активным ростом и внушительными размерами. Плети виноградолистного клематица отрастают на высоту 6-12 метров. Плюсы лианы в том, что она самостоятельно цепляется своими черешками за вертикальную опору. Растение хорошо растет на солнце и в полутени. В южных садах мелкоцветковый клематиц лучше высаживать в легком притенении, хотя он достаточно засухоустойчивый, а еще он стойкий к болезням и вредителям. В отличие от прочих мелкоцветковых видов, листья и соцветия клематица Витальба способны переносить кратковременные осенние заморозки. С помощью подобных лиан легко создать за короткие сроки цветущий навес или живую ширму, цветущую изгородь и тенистый уголок в вашем саду. Вьющиеся побеги клематиса скроют от соседских глаз вашу территорию и разные неприглядные объекты, например, садовый туалет или некрасивый забор. Но эти лианы способны давать самосев. После отцветания на месте соцветий завязываются пушистые семена, которые разлетаются и при благоприятных условиях способны прорасти в разных местах. Но есть клематис, который обошел все мелкоцветковые виды и имеет сплошь положительные качества. Он не дает поросли и самосев, так как не завязывает семян. Цепляется самостоятельно и его не надо подвязывать к опоре. Цветет невероятно обильно и очень долго. Это клематис фаргезиоидис или поль фаргез. Его цветки самые крупные среди всех белкоцветковых клематисов. Их диаметр может достигать 4-5 сантиметров. Одно из самых приятных отличий этого вида в том, что он самостоятельно цепляется за опору. Цветет на побегах прошлого и текущего года. Цветки имеют 6 лепестков и после цветения семена не завязываются. Как по мне это самая неприхотливая, быстро растущая и долго цветущая лиана для вертикального озеленения сада. Отрастает очень активно, даже после короткой осенней обрезки. Плети всего за сезон отрастают более чем на 5 метров. Эталиано скроет и сдекорирует самые разные непривлекательные места в вашем саду. Зимует без проблем. В садах с суровыми малоснежными зимами можно просто срезать плети на 10-20 сантиметров от уровня земли и накрыть опавшей листвой. Хотя во многих садах средней полосы его на зиму даже не снимаются поры. Клематис пульфаргес, это его коммерческое название, достаточно зимостойкий. Но пожалуй самая большая его заслуга в обильном и длительном цветении, которое радует с конца июня до октября. Про клематис фракезиоидес я уже выпускала видео. Узнать о нем более полную информацию вы сможете перейдя по ссылке, которую я оставлю в описании под этим роликом. Мелкоцветковые клематисы это отличное решение для вертикального озеленения сада. Они совершенно неприхотливые, долго и обильно цветут. Многие из этих видов обладают приятным медовым или липовым ароматом. Такие растения идеально высаживать в зонах отдыха, например украсив садовую арку или беседку. Плети клематиса также будут красиво смотреться у входа в дом, перед террасой или украшая вашу веранду. Все эти растения могут помочь в решении многих задач по оформлению загородного участка, например скрыть старую некрасивую изгородь или украсить стену дома. Из этих клематисов можно создать цветущий навес, задекорировать садовую арку или беседку. Но учитывайте характеристики каждого отдельного вида. Из главных отличий можно назвать высоту кроны. Например клематис маньчжурский отрастает на высоту около 2 метров, а жгучий достигает размеров от 3 до 5 метров. Также есть невысокие виды, как клематис прямой, который вырастает около 1,5 метров и не может цепляться самостоятельно. Такой лиане потребуется опора и подвязка плетей. Кстати, жгучие и маньчжурские тоже придется подвязывать, чтобы их плети не разваливались. Виды мелкоцветкового клематиса отличаются сроками цветения и количеством лепестков. Также есть растения с незначительным запахом, а есть весьма ароматные. Но практически за всеми этими лианами довольно просто ухаживать. У них самый короткий тип обрезки. Осенью побеги укорачивают, оставив всего 10-15 сантиметров от уровня почвы. С потеплением растения хорошо отрастают и обильно цветут. Единственный минус многих мелкоцветковых видов в их самосеве. Так что учитывайте эту особенность. Исключение это клематис фаргезиоидис. Вот его я считаю идеальной лианой для малоуходного сада и быстрого озеленения любой территории. Такого обильного и долгого цветения, как у него, надо еще поискать. К тому же этот вид отличился своей устойчивостью к распространенным болезням клематисов, грибковым поражением и вертицелиозному увяданию или вилту. Разножить мелкоцветковый клематис довольно просто. Многие из видов дают молодую поросль и сеянцы, которые можно отсадить в нужное вам место. Клематис поль фаргез семян не завязывает. Его размножают черенкованием или отделением при корневой части с последующей пересадкой в заранее подготовленное место. Если вы будете искать этот клематис в продаже, имейте в виду, что его также продают под названием летний снег. Мелкоцветковые клематисы это эффектные выносливые лианы, с помощью которых можно решить несколько задач на участке, одновременно создавая неповторимую красоту. Они идеальны для вертикального озеленения. Но если им не предоставить опору, их плети укроют землю сплошным цветущим ковром. Все зависит от того, какую изначальную цель вы перед собой ставите. Поделитесь пожалуйста в комментариях своим мнением или опытом по выращиванию этих культур. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик. С нами вы узнаете о самых красивых, неприхотливых и редких растениях, которых возможно никогда даже не слышали. А если это видео было вам интересным, не забудьте пожалуйста поставить свой лайк и до новых встреч в нашем добром саду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!